всем привет сегодня я видео покажу как готовить головку блока цилиндров в данном случае двигателя вас 21 11 вазовского мотора для того чтобы каждый по-разному называют для шлифовки вот этой плоскости для фрезеровки как-то еще называют ну не столь это важно как я называю главное что когда ее шлифуют вот ведь я перевернул и она на этих шпильках стоит вот на этих вот когда ее будут прижимать саму головку перевернув эти шпильки будут мешать и вот чтобы мне ее сдать на фрезеровку нужно выкрутить 10 шпилек этих вот длинных которые держат распредвал и вытащить клапана шпильки я буду выкручивать вот таким вот такой приспособить попробую можно конечно еще что сделать взять просто накрутить две гайки покажу этот и тот способ одна гайка это гайка которая держит распредвал и сейчас вторую гайку сверху накручиваю затянул за нижнюю гайку кручу и она должна эту шпильку выкрутить накручиваю вторую гайку данном случае у меня две гайки с шестигранником подключена 13 ах ты срывал закрутил видите как пошла шпилька вместе с гайками откручиваться от руки даже пошла все одну шпильку выкрутил а теперь я покажу как я буду выкручивать вот при помощи вот такой шпильковерт или как ты не знаю как правильно назвать вот при помощи этой приспособы попробую отвернуть одну из шпилек выбираем из четырех отверстий здесь и четыре отверстия 1 2 3 4 убираю чтобы тут с принцип работы ведь и эксцентрика когда вот так кручу она зажимает на клин шпильку зажимает на клин можно даже можно даже попробовать как можно меньше идет ладно ключом на 12 вот у меня этот ключ отворачиваем шпилька вот видите как она идет мне этот способ как бы не совсем нравится может у меня ключ плохой бывает что зажмешь шпильку и вся эта приспособа вокруг шпильки крутится вот как здесь например видите набила вот такие эти шпильку так я не смог открутить поэтому я все-таки предпочитаю откручивать при помощи гаек гаечные ключа как показывал перед этим вот этих вот гаек все откручиваете шпильки чтобы освободить вот эту плоскость еще раз покажу закрутил гайки поджал их и теперь при помощи гаечного ключа на 13 отворачивать намного тяжелее идет вот эти гайки пошли на шпилька не пошла придется еще раз пробовать видите как бывает сильно затянута шпилька что мне пришлось закрутить две гайки сверху прокладку положить и снизу еще третью гайку и за третью вот так вот крутить и только тогда только тогда шпилька пошла иначе она ни в какую не откручивалась то есть площадь площадь вот этих гаек и увеличил чтобы они держали лучше вот так вот видите кажется шпильку открутить бывает сложно всем привет еще раз вот привез головку блока цилиндров от двигателя вас 2111 то есть от девятошного двигателя он стоит на десятке вот и фазернули мне еще даже вот написали 015 это от миллиметра то есть 15 сотых миллиметров 10 сняли фрезернули ровненькая только вот остались еще видите стружка осталась от фрезеровки не еще надо будет продуть всю головку здесь вот видно стружка притереть клапана ну естественно собирать продуваем обдуваем так также и другую сторону головки потому что вот эти вот алюминиевые стружки они могут сюда попасть в поддон естественно попасть масляную систему систему смазки двигателя вот видите что повылетало из головки но это я еще сейчас жду здесь вот в этом месте как вы можете заметить раковина но здесь отсюда и отсюда вытекает тасол то есть они перетекают и там по большому счету она ни на что не влияет вот ну тем не менее значит вот это колечко которая здесь будет уплотнять цилиндр головки блока цилиндров она на эту раковину не попадает поэтому решили оставить головку клапана я притер притер пастой которая двойная как бы одна сторона крупно зернистая другая уже окончательная финишная как бы не для рекламы вот специально ее крючу вот с одной стороны крышечка вот такая крышка открывается здесь мелкая а вот здесь вот крупная то есть сначала крупная проходишь потом вытираешь все потом мелкой ну сейчас мне что нужно сделать сейчас мне нужно каждый клапан вытащить обтереть его от этой пасты обтереть гнездо или протереть протереть гнездо высушить все это дело скорее все это сделаю при помощи аспирита высушу протру продую ну и буду собирать головку принципе все оно готово клапан из 4 цилиндра выпускной ну и так далее все по порядку протираю посадочные места для клапанов седла хорошо все вытереть потому что этот абразив если он будет останется здесь на стержнях клапанов на самих клапанах он может как бы нехорошо по идее он должен при такой температуре и скорости потока выхлопа или пушка или выпуска работа на глаза газов или пушка рабочей смеси все это должно вылететь лучше когда чисто тела делаются вот видите болты эти в каком они состоянии грязным вот этот болт я уже почистил более меня сейчас покажу как я это делал беру вот смотрите какой грязучий болт нажимаю его в тиски и при помощи металлической щетки в первую очередь зажимаю так чтобы резьбу не испортить не погнуть случаем ну вот видите был болт хуже чем вот этот рядом который лежит сейчас стал красавчик так вот с каждым болтом вот видите какой грязучий вот он будет точно таким же как вот этот например вот что у меня получилось после очистки болтов то что было и то что стало я думаю значительная разница сейчас буду продолжать заниматься головкой папана притерты начинаю собирать головку начинаю собирать его с того и с того что буду ставить на место маслосъемные колпачки вот маслосъемный колпачок на двигатель вас 21 11 девятка десятка 15 14 8 клапаны беру я вот такую небольшую с маленького набора головку шестигранник на 12 и как раз она как оправка подходит вот для маслосъемного колпачка то есть сальника который снимает масло со стержня клапана во время работы как я буду сейчас устанавливать для начала вы поняли беру эту головку уже сказал вставляю колпачок целюсь на направляющую можно еще для как сказать немножко мазнуть направляющую скорее всего не сюда мазнуть маслом моторным чистым моторным маслом хотя там все равно на самом направляющей какой-то пленка масляной есть как бы я ее не чистил промазывая чтобы колпачок легче садился теперь перед установкой колпачка или сальника вот этого не необходимо каждый каждую на каждую направляющих уложить шайбу шайбу которая идет под пружину потому что тело самой головки дюралевая специальное алюминий с добавками вот и чтобы его не разбивала пружины под каждую пружину ложится шайба а шайбу после установки колпачков не установить потому что ее такой такая конструкция что колпачок как бы удерживать ее на месте чтобы она короче говоря вначале нужен эти шайбы так 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 все колпачки установлены теперь переворачиваем головку опять плоскостью который примыкает головки блока цилиндров и можно уже по порядку установить клапана а потом опять перевернем и засухарим при установке клапанов обязательно смазываем стержень клапана видите у меня метка 1 цилиндра чтобы не перепутать с какого начинать ставить каждый клапан установили в свое притертое место когда клапан установился а там с той стороны уже установлены маслосъемные колпачки как бы это резинка зажимает этот клапан и не дает выпадывать когда мы переворачиваем назад видите все клапана все до одного на своих местах стоят ну и теперь надо засухаривать перед тем как отдать головку на фрезеровку я шпильки повыкручивал кроме одной не смог ее выкрутить потому что она настолько там плотно сидит не знаю как это заворачивали не помогло ничего даже там где фрезеровали не стали трогать поэтому для того чтобы не засухарить клапана мне нужно хотя бы один ряд шпилек прикрутить на место что я сейчас и делаю можно конечно гаечками опять же я немножко типа повыпендривать что у меня есть естественно перед закручиваем я продул все постарался резьбу я имею ввиду продукт который в головке почистил вот эти все шпильки металлической щеткой все шпильки установили на место теперь беру я свой чудо засухариватель устанавливаю на шпильку потому что собираюсь засухаривать вот этот клапан ну как бы с одного места вот этот клапан и вот этот потом перекидываю на этот вот этот вот и вот этот и так далее ну а с крайних придется по одному потому что тут рядом нет другого под клапан чтобы он не проваливался снизу подложу гайку такую примерно гайку по высоте чтоб она упиралась клапан начинаю засухаривать на всякий случай взял такой с кривой пинцет и медицинский длинный вообще должно садиться все нормально и этим рассухарить рассухаривателем засухаривателем делаю не только наши иномарочные сухари один стал на место самое противное это когда засухариваешь а сухари не входят и потом вылетают и потом ищешь их ну редко такое но бывает и тем как прикрутить на место или закрутить шпильки второго ряда мне удобнее без шпилек ставить сюда толкатели с регулировочными шайбами вот например толкатель первого клапана из двух первого справа на первый цилиндр это регулировочная шайба вот она которая ходит так вот на масле на масляной пленке сам толкатель и вот я должен установить ну чтобы не мешали мне эти шпильки видео так мешать будут опять же что я делаю я наливаю чистое масло протираю толкатель так как он был вынут еще с ней отремонтированного двигателя то есть на него могла попасть грязь чистая тряпочка аккуратненько маслица так вот смазываю тоненьким слоем внутри капаю и вставлю на место все толкатель на месте то же самое делаю со всеми остальными вот а все толкатели с регулировочными шайбами на месте теперь заворачиваем шпильки шпильки установлены теперь устанавливаем распредвал перед установкой естественно все протираем и затягиваем чтобы померить зазоры я же притирал клапана не немножко поднялись посмотреть что за зазоры что с этими зазорами случилось одна часть почищена здесь должно быть типа вот такой направляющей видите по форме вот почему-то ее не было почему стоит вроде нормально эту часть я тоже почистил устанавливаем и так очередной раз пользуюсь шуруповертом установил его на 10 ньютон вообще вот эти гаечки которые держат будем горит sky блок крышек распредвала завода блоком потому что на других движках каждая крышка отдельно идет затягивается на 18-20 ньютон вот шуруповертом я ускорил процесс теперь подтяну динаметрическим ключом затягиваю сделаю покороче чтобы на 20 ньютон есть 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 затянул я головку вернее распредвал на головке тут по-моему на втором цилиндре сейчас будет опа видите два клапана подняты но это так и должно быть сейчас наша задача перемирить зазоры в клапанах между кулачками распредвала это не кулачки и клапана то есть нужно каждый цилиндр выставить чтобы кулачки были подняты вверх и мерить через 20 через 90 градусов поворачивать 1 3 4 2 прежде чем смотреть зазоры между толкателем и кулачками распредвала нужно установить как бы верхнюю мертвую точку положение верхней мертвой точки вот это вот видите метка которая должна совпадать с верхним срезом головки блока цилиндра то есть вернее не с верхним срезом а вот здесь вот есть вот такая вот видите кожух который сзади ставится сейчас я его не поставил а потому что он ставится на движке и вот этот вот вот это зазубрина которая совпадает именно с верхним срезом головки блока цилиндров на нее я и ориентируюсь вот видите как установил так посвятить даже вот видно что вот этот метка стоит напротив верхнего среза смотрим на кулачки что же нам показывают кулачки кулачки вот если отсюда посмотреть вот кулачок второго цилиндра это первого цилиндра вернее цилиндра клапана это вот клапан у нас выпускной это впускной видите кулачок подняты вверх вверх и этот кулачок поднят вверх вот сейчас зазор между кулачком распредвала выпускного цилиндра и толкателем должен составлять 0,35 миллиметра то есть 35 соток или три десятки и пять соток а между толкателем вот этим вот круглым толкателем внизу который он видите свободного вращается шайба регулировочно и кулачком впускного цилиндра должен составлять 0,20 соток плюс минус 5 соток то есть от 0,15 до 0,25 это впуск и выпуск от 0,30 до 0,40 среднее значение здесь 0,35 здесь 0,20 сейчас будем мерить начинаем мерить ну я начинаю во всяком случае мерить вот с этого первого клапана у нас выпускной тут должен быть зазор от 0,3 до 0,35 вот я ставлю щуп на 0,3 видно не видно наверно видно и засовы вот так плотненько идет 0,3 хорошо уже проходит теперь ставлю 0,35 среднее значение вот 0,35 уже не идет ну тем не менее от 0,3 до 0,35 в пределах допуска записывать пока не буду потому что если вдруг какой-то цилиндр будет зажат какой-то клапан вернее будет зажат то я конечно еще раз перемирю но я надеюсь что не будет зажат еще раз все перемирю и может быть заменой шайб установлю нормальные зазоры вот 0,2 видите не идет 0,2 среднее значение на впуск ищем 0,15 вот он 0,15 0,15 идет то есть ниже чуть чуть ниже среднего значения и выпуск и впуск для первого цилиндра теперь чтобы замерить на втором цилиндре кулачки я должен повернуть вот эту метку вертикально вверх поставить то есть на 90 градусов и тогда вернее не второй цилиндр я буду мерить а третий ошибся извиняюсь поворачиваем вертикально вверх так вот ориентировался вот на этот штырь меряем третий цилиндр так впуск у меня на третьем цилиндре вот этот вот выпуск вот этот мерим впуск щупом на 15 0,15 легко идет меряем на 0,20 миллиметра идет и меряем теперь максимально допустимый зазор 0,25 0,25 не идет то есть в пределах допуска впуск теперь меряем выпуск 0,35 это среднее значение выпуска идет вот так плотненько то есть 0,35 следующий четвертый цилиндр поворачиваем метку на 90 градусов да хочу обратить внимание на положение кулачков кулачки вверх он видите вот 1 2 следующий цилиндр 4 поворачиваем тоже совмещаем их вот с этой верхней кромкой головки блока цилиндров совместили 0,35 меряем выпуск здесь выпуск крайний 0,35 прям плотненько хорошо 0,35 больше не буду мерить теперь впуск меряем среднее значение на 0,20 легко идет на 0,25 0,25 не идет то есть получается первый третий четвертый в пределах допуска ну и последний цилиндр поворачиваем метку распредвала шкива самый низ вертикально вот так вот так и меряем второй цилиндр так как у меня тут 0,25 ну и начнем мы с впускного не идет это максимально допустимо 0,20 идет ну то есть остался у нас один клапан если он что-то с ним не так тут уже среднее значение 0,35 ну начнем с маленького 0,30 не идет минимальное значение то есть получается получается у нас вот этот а нет отлично прям плотненько проходит все все у нас шайбы все клапаны отрегулированы отлично то есть шайбами можно не дергаться можно сейчас сейчас что мне нужно сделать сейчас мне нужно открутить вот эти крышки распредвала подмазать сюда герметик как по технологии положено чтоб наружу масло не вытекало ну и задянуть затянуть опять соответствующим моментом открутил я крышки распредвала мне вот эти места вот они немножко даже в масле уже эти места с этой стороны и вот с этой стороны вот эти места нужно за промазать проклеить ли как правильно герметиком так промажем сейчас одну из сторон толстый слой не нужен здесь по минимуму пусть немножко полежит подсохнет минут десять не забываем что сюда придется ставить новый сальник ну и вторая сторона то же самое устанавливаем сальник на распредвал слегка внутреннюю часть его смазываем чтобы он хорошо зашел не задрался берем распредвал но живите от сальника вроде резиновый обороты ой 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 таким путем установили прошло примерно полчаса герметик подсох устанавливаем теперь все на свое место здесь тоже подсох вот здесь вот не забываем устанавливаем видите сальник я установил никакого герметика буков сальника я не мажу потому что думаю что он и так прекрасно встанет хочу обратить внимание вот по наружной части он ставится сальник повторяем всю ту же самую процедуру то что я показывал ранее то есть заворачиваю сначала шуруповерт на 10 ньютон видите и здесь кручу крест на крест стараюсь то есть чтобы равномерно садились сальник стал отлично видите вот здесь вот при сжатии немножко герметика выдавило и с этой стороны но это обязательно после того как он подсохнет надо будет его убрать можно и сейчас вот например изнутри вот так вот раз это убрать руки обтереть осталось мне одеть сюда крышку естественно с прокладкой это где на карбюраторных двигателях устанавливается трамблер ну и все можно ставить головку на место вот она эта крышка сейчас чтобы получше было видно вот так есть две шпильки а сверху заворачивается болт примерим все встает ну теперь здесь нужно прокладку прокладки нету поэтому я сделаю герметиком а куда ворачивается болт потом надо будет его садить на герметик чтобы через вот это отверстие не вытекало не вытекало масло вот так вот сформирую вот такую прокладку с герметиком как бы сделаю буртик я часто делал такие прокладки на крышке цепи цепи герем например на ниссановском двигателе или на тойотовских где есть цепи все надо теперь чтобы высохло иначе иначе будет будет подтекать и попадет вовнутрь подождем лучше конечно положить все это дело на горячую трубу например или еще где-то теплое место у меня угоражение совсем тепло плюс 7 поэтому будет сохнуть долго вот что я смазывал то есть вот эта заглушка с левой стороны двигателя устанавливаем ее на место герметик подсох слегка не сказать что он там совсем сухой но нормально устанавливаем хоп здесь вот я точно так же герметиком помазал вот эту вот гаечку ой гаечку болтик потому что здесь видите сквозное отверстие и через него может подтекать там вообще есть резиночка но это резинка что-то мне не внушило доверие поэтому я решил так вот это дело сделать наворачиваем гаечки которые держат заглушку внизу две и сверху один болтик вот видите герметик вроде бы был высохший сейчас посвечу тем не менее его выдавило то есть он стал хорошо по всему периметру меня это устраивает ну что будем устанавливать головку на место так по